Итак, всем привет дорогие друзья, с вами Тутэмпалта. Я решил то, что пора бы нам сыграть во что-нибудь крутое, клёвенькое. И сегодня я для вас выпускаю серию ARK Survival Evolved. Да-да, именно её. Это легендарные игры. Я думаю, вам очень понравится эта игра. Пока это будет её первая серия, не факт то, что я продолжу эту рубрику. Но, можно было бы и попробовать. Вот пока у нас тут загрузочка идёт. Этой игрухе. Ну что ж, вот мы и на сервере. Подвисаний у нас никаких нет, лагов нет у нас, всё зашибись. Так, чё у нас тут? Ваш с... То есть умер. От кого умер? Какого фига мой соплеменник умер? Тираннозавр? Фу-у-у-у. Так. Возьмём метальчик. Хотя, нет, пусть он ещё тут полежит. Чё ты его взял? Так, ладно. Блин. Даже не знаю, куда металл-то положить. Вот сюда. Отлично, я могу... Зайти в постройки. Металл. О. Я уж понял. О-о-о-о. Прибежал. Офигенно. Взял и угробил терра. Вот представьте себе, вот просто взял. Да, вот просто вот пипец такой вот, друзья, у нас творится. Вот просто такой вот пипец. Так, отлично. Начиная обновку дома, мы тут делаем... Так. Отлично. Вот у нас тут раптора наши в ряд. Давайте-ка зайдём... Так скажем, к зайке моей. Это же мой раптор тут. Так, вкачали жизнь. Так, Александра. Ты у нас зверь. Тебе здоровье тут. Может быть, сейчас поможем нашему пацанчику. Вон, понимаете, какой маор у нас просто. Он нам, вот смотрите, тут растение Икс посадил. А вот эти вот растения, они такую хрень могут творить. Они могут... Короче, пролетающие, например, некоторые динозавры или ещё кто-нибудь, растение Икс, просто будут их пил-пил и всё. И нету врага, который пролетал. Вот я лично хочу сегодня кого-нибудь притомить. А вы как считаете, друзья? Я считаю то, что... Сегодня надо кого-нибудь притомить новенького. Блеча ему, кача ему. Здесь надо качать. Сели, дружище. Так. Вот ты у нас... Кто? Это у нас... Трицератор, да? Это чё у нас? О, у нас тут раптора. Или... Халявное мясо у нас тут, друзья. Халявное мясо. Так. Ой, беспамятник, а. Хочется, понимаете, какого-нибудь зверя такого приручить. Вот прям мощного. Там, я не знаю, карнотавра или ещё чё-то в этом роде просто. У меня, думаю... Стрел тут хватит. Так, карнотавра. Ну, если мы его найдём. Ну, не факт, что мы его найдём. А сажусь я для тех, кто просто не понимает. Вот посмотрите в углу экрана. Вот видите, у моего птера, когда я его сажаю, восполняется энергия. Я восполняю энергию, и... Ну, чтоб он полетел нормально. Чтоб он не грохнулся там где-то в небесах. Ты чё, братиш? Отлично. У нашего птера... Тут уровень обновился. Давайте вкачаем его вес. Слушайте, если вам понравится моё прохождение ARK Survival Vault, ну, пожалуйста, ставьте лайки. Просто я не могу понять, чего вам больше нравится, а чего нет. Если вы будете ставить больше лайков, то, соответственно, будут выходить новые серии ARK Survival Vault. Так, ладно. Это у нас кто? Что-то я тут далеко от дома томить-то стал. Не дело я делаю. Надо полетать, осмотреться на этот мир. Посмотреть на этот графон. Влюбоваться. Вот кто у нас там? У нас там какой-то птер сидит. Наш склон новица. Того просто не видит. Или чё это за птер? Чё за птер-то? Филаповые. Так, надо спросить. Сейчас спросим. Я уж хотел томить этого птера. О! Смотрите, кого я нашёл. Вот сейчас вот тебя притомим. Правда, ты не зверь. Ну, понимаете? Плюс фиомия. Вот это вот перед нами сейчас находится фиомия. Фиомия плюс в том, что её отходы служат отличным удобрением для растений, таких как растения Икса. Поэтому, вот смотрите, я использую балас. Балас открывается где-то на пятом уровне в арке. Не помню точно. Вот, я её захватил. Достаю быстро свои стрелы, но мне уровень позволяет с арбалетиком ходить. Вот сейчас вот я её усыплю. Блин, да усыпись ты. Отличненько. Вот, я её усыпил. Чё надо для её томления? Для её томления нам надо набрать ягод. Убираем больше ягод. Чем больше ягод, тем лучше. Пока она будет у нас в отрубке. Фиомия очень быстро жарёт ягоды. Просто безумно быстро. Сейчас мы её тут заделаем. Я думаю, нам столько сейчас будет пока достаточно. Так. Последний кустик. Всё, погнали. Вот она у нас тут есть лучше. И вот наркоту побольше. С корнем нарко-ягод. Вот смотрите, как она у нас быстро приручается. И вам не обязательно иметь вот такой арбалет, как у меня. Вы можете иметь обычный лук. Балас. Вот такой вот балас. Вы можете... Вот смотрите. Сделать... А, не, вру. На девятом уровне вы его можете открыть, ну, где-то за шесть очков опыта. Открывать этот балас. Крафтится он... Довольно понятно. Много ресурсов не надо. Вот. Берёт останавливать такого зверя. И всё. А дальше вы наслаждаетесь. Теперь я подарю своему трайбу фиамию. Пока всё офигенно. Только что-то жрать моя фиамия прекратила. Это у нас, короче, судя по всему, самец. Да. Это у нас самец. Дикий самец. Который нифига не жрёт, да? О, да неужели ты жрать-то стал? Ух, полопал-то, а? Давай ещё лопай. Отличненько. На фиамии также можно кататься. Для неё есть седло, но... Не советую на фиамии передвигаться. Блин, ты куда полез? А? На тебе. Вообще офигевший. Иди сюда. С копьём в пашке. Дубень. О, зашибись. Я как раз приручил. Блин, отмена. Зелёнка загасила. Отлично. Ух, ты чё? Посмотрите инвентарь. Блин, не. Вот, выбирайте действие, измените имя. Давай назовём тебя... Слонярой. Слонярой. Блин, английский. Слоняра. Всё. Слоняра следует за тут импаутом. Пока я на своей зелёнке прилечу до базы на своей зелёнке. Вон фиамии у нас тут уже бежит. А я жрать захотел. Это круто. Это очень круто. Так. Слоняре надо открыть ворота. Входи, слоняра. Слоняра. Ты чё? Давай сюда иди. Сюда иди ты. Так, давай. Слоняра. Отличненько. Слоняра у нас тут. Да, жрать мне нечего. Ну-ка, дай-ка мне мяска сырованно вернуть. Правда, жизнь потратится от этого, ну, нам без разницы. Всё, у нас есть слоняра. Для слоняры есть обыкновенное село для фиамии. Ну, его вы открыть можете быстро в арке. Тут задумываться-то и нечего. Вот у меня как раз завалялось седло для фиамии. Так, чё-то у нас темновато стало. Посмотрим инвентарь. Всё, отлично. Экипируем седло. Давайте опробуем в деле. Ну, вот как-то так. Видите, не сильно быстрая скорость. Сколько ты будешь дамажить урона? По 166 бьёт у нас слоняра. Сейчас посмотрим силу моего лучшего раптора. Ну, лично моего раптора. Вот мой раптор. Он у нас... Блин, перепрыгни. Он нас по 357 ломает. Но это у меня нормальный уровень уже раптор. Посмотрим сейчас самого маленького уровня моего раптора. Самого маленького уровня. Это у нас... Зверь. Зверь у нас 19-го. Так, всё. Хрэ. А, мы тебя не можем посмотреть, да? Ну, что ж. Давайте спросим моего соклановца, где он. Блин, слегка не так я написал. О, у нас Фиами уже вылапнулся. Вот, Фиамия сорёт не по-детски. Вот это нитроген у нас. Вот мы можем заниматься удобрением. Вот тут. Всяким удобрением. И потом вырастить вот такую хреновину. А семена от неё мы можем найти в болоте. Так, вот. Сейчас вот у меня тут сатрайбовец, сплеменник, просит сделать седло. Ну, я делаю седло не с кератина, как делают многие новички, а кератин мы добываем с черепах. Я беру хитин. Хитин мы можем добыть с убитых всяких рыб, насекомых, ну, со всякой такой вот мелочи. Так, жимчик опять мне туда положим. Ну, ничего, что ты хочешь-то, а? Так, давай сюда, жимчик. Отличненько. Нифига, он себе железные доспехи сделал. Ладно, прикольно. А, блин, зафи, я сюда переместил. А мне тут, смотрите, в чём плюс? Нам не надо делать это всё в верстаке. Изучить мы можем просто... Так, мне ещё кожи не хватает. Мне не хватает кожи. Всё, теперь должно хватить мне кожи. Сделаем седло. Всё, седло у нас, можно сказать, готово. Всё супер. Интересно, кто у нас тут всё поблизости ходит? Вот, очень интересно. Просто безумие. Кто у нас тут всё поблизости шляется? О, офигенно. Я вижу у нас тут... Посадили новое растеникс. Это круто, да. Это очень круто. Здесь планируется... Да, нормально так, нормально, неплохо. Думает. Думает башкой у нас человек-то. Но кто у нас тут ходил? Кто же у нас тут ходил? Ага, вон там вот я вижу... Альфа-Раптор у нас. Тут у нас просто трайки. Так. Ночкой порой... Нифига не видно. Так, наверну-ка я ягод. Друзья. Может быть вам эта серия очень сейчас сильно начала нравиться, но... Я предлагаю завершить серию, потому что... Я всё, что вам нужно, о Фиомии уже рассказал. И вот я сейчас посмотрю... Если вы наставите приличное количество лайков... То, конечно же, я продолжу проект РК Сурвайл Эволд и буду снимать выживание своего трайба. С первых своих выживаний я вам ничего не показывал. Но сейчас вот мы достигли вот такой высотки. А вон пришёл мой соплеменник. Ну это похитцы фалозаври. Хе-хе-хе. В труселях. Зашибись. Даже не оделся. Да, и вон какашку отложил. Ладно. Буду рад, если вам понравилась эта серия РК Сурвайл Эволд. Хотя... Не просто серия, а такая обучающая серия. Если наберём нормальное количество лайков, то всё. Ждите продолжения новых серий РК Сурвайл Эволд. Ну а пока всем удачи, всем пока. Решать вам, продолжать мне РК Сурвайл Эволд или нет. Так. Блин. Ладно.